Всем привет дорогие друзья! Вы на канале GadgetMoney и мы распакуем посылку от производителя и это очень интересный смартфон новое видео, мы начинаем поехали! Что ж, год назад компания Flys, суббренд Wiley Fox, показала нам и всему миру, соответственно, очень интересный недорогой смартфон прошел ровно почти год и вышли новые модельки и надеюсь, у нас здесь интересный представитель линейки Wiley Fox под названием Spark в черном цвете Итак, друзья это распаковочка, в течение нескольких дней я думаю, может быть, даже чуть больше недели я поиспользую данный смартфон и расскажу вам, что он из себя представляет а сейчас это распаковка Wiley Fox Spark. Смартфон поставляется к нам уже знакомой всем оранжевой коробочке, вот так вот она выглядит, все достаточно эскетично цианоген, больше никаких маркировочек у нас нету Biley Fox открываем маленькая, аккуратненькая, но при этом достаточно симпатичная коробочка здесь у нас лежит очередной представитель среднебюджетных, даже скажу низкобюджетных представителей смартфона строения Spark Итак, что у нас есть в комплекте? Здесь есть документация гарантийное обязательство, в принципе, больше здесь ничего нету даже зарядного устройства так же, как в Fox не было и зарядного устройства вернее, кабель microUSB-USB в виде лапшички и больше ничего скажем так производитель сюда к нам не положил Итак, друзья, пока смартфон включается давайте ознакомимся как он выглядит его внешний вид сзади у нас очень красивое и очень приятное на ощупь софт-тач покрытие такое они называют его, производитель называет его что-то там со словом силк, то есть шелк и действительно очень приятно держать его в руках есть расцветочка белая и черная есть у нас металлизированный логотипчик компании ValiFox основная камера на 8 мегапикселей как и передняя тоже на 8 мегапикселей это камера с апературой f.2.2 светодиодная вспышечка название бренда динамик впереди очень интересная решеточка под разговорный динамик оранжевого цвета основная камера и дисплей на 5 дюймов HD к сожалению ну и стоимость аппарата порядка 6990 рублей официальная его стоимость что-то больше рассчитывать нет смысла по органам управления есть клавиши регулировки громкости она сдвоенная и сразу скажу хочу сказать что из коробки она совсем-совсем не дребезжит на правой стороне у нас клавиша включения-выключения снизу у нас есть вот такой вот микро-USB порт микрофон сверху 3,5 дюймов джек для наушников и все больше ничего нету симочки здесь по-моему две штуки и крышечка снимается совершенно верно аккумулятор емкостью 2200 мАч две микросим-карты есть возможность ставить карточку памяти и конечно же очень хорошо что этот смартфон предустановлен и поддерживаем скажем так производителям операционной системы санаген 13 с андроидом 6.0 на борту ну что ж друзья очень удобно то что на андроиде начиная с версии 6 возможность восстановить смартфон из тех копий которые у вас есть в облоге гугл аккаунта в нашем случае это копия телефона которым мы сейчас пользуемся так что все приложения автоматически сюда установятся с помощью вай-фай сетей пока все это происходит давайте я вам расскажу о технических характеристиках данного аппарата итак друзья сердцем данного смартфона является очень популярный в этом году процессор Mediatek 6753 с приставочкой А с тактовой частотой 1.3 ГГц на ядро всего лишь 1 ГБ оперативной памяти но с помощью того что CyanogenMod все таки очень оптимизированная операционная система я считаю что этого 1 ГБ оперативной памяти здесь будет хватать с достатком как я говорил ранее здесь 2 8 Мп камеры задняя с апертурой F.2.2 и что же у нас 2.5D закругленное стекло офигенно приятный дизайн очень хорошо его держать в руке мне очень нравится заднее покрытие хоть как вы видите немножко конечно же она оставляет следы от использования то есть соответственно отпечатки пальцев будут видны но каждый раз когда вы будете брать данный смартфон в руку вам будет приятно держать его в руке и использовать соответственно в каждый день 2.5D экран да он приколен но ничего необычного в нем нету обращать внимание на это в принципе не стоит друзья повторюсь данный аппарат можно сейчас уже купить в магазинах скажем так вашего города ссылочки я оставлю в описании за 6 990 рублей клавиши у нас наэкранные то есть аппаратных клавиш нету с одной стороны некоторые это не любят потому что скрадывают соответственно пространство дисплея между прочим те несколько минут что я провожу с этим телефоном я хочу сказать что компания ValiFocus сделала достаточно хорошую работу над исправлением своих прошлогодних ошибок и дисплей хоть и остался видите немножко подтупливает но подтупливает по одной простой причине что во первых первое включение во вторых идет установка тех приложений которые я выбрал из своей резервной копии есть возможность кастомизировать телефон внешне то есть CyanogenMod такая же прошивочка скажем так всемирно известная есть возможность устанавливать разные темы скачивать их с интернета сейчас предустановленная тема ValiFocus то есть вы видите в фирменных цветах есть вот такой значок ValiFocus этот же значок изображен этот же логотип изображен на задней части смартфона и он такой тоже достаточно приятный на ощупь и палец прям напрашивается чтобы здесь был сканер отпечатка пальцев но к сожалению в этой бюджетной модели его нету есть возможность я думаю что двойного пробуждения экрана но сейчас в настройках это не включено в обзоре я расскажу конечно же более подробно присутствует олеофобное покрытие стекло Dragon Trail то есть производитель заявляет что в принципе хороший аналог Gorilla Glass конечно же бюджетный но при этом действительно имеет хорошее олеофобное покрытие телефоном экраном приятно пользоваться то есть палец скользит хорошо дисплейчик адаптивная регулировка яркости включена да то есть максимальная и минимальная яркость достаточно будет комфортно опять же учитывая что это все таки бюджетная модель телефонов до сих пор не могу понять я как и мы все знаем что это дочернее предприятие компании Fly почему все смартфоны от компании Fly не могут быть такими же великолепными как допустим бренд Wiley Fox ну что сказать звук то есть конечно звезд неба не хватает но все таки учитывая опять же стоимость достаточно хорошая то есть такая уверенная троечка с плюсиком я думаю присутствует здесь камера интерфейс камеры достаточно понятен интуитивно кнопка съемки кнопка переключения режимов кнопка панорамной съемки здесь есть настройки качество 105% давайте поставим на 100% серийная есть возможность серийной съемки размер 4 к 3 8 мегапиксельная видоискатель определение лиц нулевая задержка затвора вообще прикол прикольный прикольно видео пишет максимально Full HD замедленная съемка здесь конечно же будет не какущая но она присутствует есть возможность конечно же включить отключить вспышечку есть возможность изменить надстройки автоматически либо по освещению давайте попробуем сфокусироваться на я думаю что стабильный снимок ночная съемка то есть вот таким переключением можно менять давайте HDR включим опять же это преимущество данного смартфона возможно съемки фотографии в HD Air друзья качество фотографии этой 8 мегапиксельной камеры меня сейчас уже сейчас более чем устраивает то есть снимок сделан с рук в режиме HDR выглядит вот таким вот образом что сказать по первым впечатлениям мне очень нравится данный смартфон мне нравится его стоимость мне нравится его внешний вид мне нравятся материалы корпуса мне нравится 2.5D стекло мне нравится то что здесь установлен Cyanogen Mod версии 13.0 с Android 6.0.1 мне нравится еще раз повторюсь цена на заданное устройство соотношение цены и качества мы будем тестировать смотреть какая здесь камера вам большое спасибо что посмотрели данное видео до конца обязательно подписывайтесь на канал поддержите это видео лайком по возможности репостом конечно же пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru место где вы можете экономить на покупках в интернете там сейчас проходят каждодневные акции на приобретение тех или иных товаров в китайских интернет магазинов заходите милости просим всего доброго пока пока милости мне нравится мил милости мил мил Субтитры создавал DimaTorzok